Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Награду за смелость получили юные жители Чувашии. Зачастую трагедии на воде случаются из-за незнания элементарных правил безопасности. Тогда на помощь приходят настоящие герои. И не всегда профессионалы. Алексей Григорьев лет шести серьезно увлекается радиотехникой и спортом. Родители полагали, что это возможно и станет его профессией в будущем. Но с некоторых пор вопрос, с кем стать, для него закрыт. В дальнейшем я хочу стать спасателем. Небольшая реконструкция событий. Прошлым летом, так же, как и сейчас, Алексей с друзьями отдыхал на пруду у деревни Анаткосы, что в Аликовском районе. Один из них случайно упал в воду и начал тонуть. Первой на помощь прыгнула Ксения. И увидели тонущего мальчика. Вот я бросилась к нему на помощь, но не смогла ему помочь, потому что начала сама тонуть и пошла за подмогой домой. Когда каждая минута на счету, а на кону жизнь друга, на размышления времени нет. Страшно, конечно, было, признается Леша. Я и плавать-то толком не умею. Но выбора не было. Было страшно. Я взял у бартишки желез, подложил, потом еще и вытащили на берег. К этому времени подоспели и взрослые. Они и оказали первую помощь. Когда это случилось, у меня в деревне не было, в соседней деревне я был. Когда приехала жена и сын, рассказывали, что случилось, как было. Я, конечно, в шоке был тогда. За сына, конечно, горжусь, что он в трудную минуту не растерялся. Помог другу. За спасение утопающих Алексея Григорьева, Ксению Афанасьеву и Сергея Михайлова наградили нагрудным знаком. Сергей Михайлов тем же летом тоже спас тонущую девочку на одном из водоемов. Ребят поощрили путевкой в лагерь «Орленок». Всего лауреатом инициативы «Горячее сердце» стал 151 россиянин. Их имена внесены в почетную книгу. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов. Республика. В Чувашии создадут агентство инвестиционного развития. Новая структура, как следует из названия, займется привлечением инвестиций в экономику республики и комплексным сопровождением инвестпроектов. Учредителем агентства инвестиционного развития выступит Минэкономразвития Чувашии. Наблюдательный совет возглавит руководитель региона Олег Николаев. Основными функциями агентства являются обеспечение режима одного окна для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти, содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестпроектов под ключ, продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом. В республике появится и Институт территориального развития региона. Организация будет помогать органам местного самоуправления в подготовке, разработке и сопровождении проектов благоустройства. Кроме этого, институт займется вопросами участия республики в федеральных конкурсах, вовлечением населения и крупного бизнеса в развитие городской среды. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. В столицу республики прибыл первый из трех скоростных судов. Валдай будет носить имя известного кораблестроителя. Уроженца республики Алексея Крылова. Судно на подводных крыльях нового поколения объединило в себе новейшие конструкторские технологии. Речной туризм возрождается и такие суда очень востребованы. Азат Ахмадеев работает на скоростных судах более 35 лет. С Валдаем познакомился в 2019-м. Говорит, что система управления автоматизирована, и это позволяет снизить нагрузку на экипаж. Ну, вы помните, ракеты, восходы, метеоры. Вот если сравнивать ракету с «Жигулями», то это уже иномарка. Оцифрованные, электроники очень много, автоматики очень много. Управление можно даже жестиком делать, одним пальцем. Управлять все очень хорошо. Мы находимся на скоростном судне в Валдае. В чем его уникальность, в чем особенности? Здесь более комфортные условия для перевозки пассажиров. Имеется кондиционер, меньше шумность в салоне, меньше вибрации. В ходу очень хорошо управляется. Скоростное, то есть выдерживает скорость, экономичное. Здесь с комфортом размещается 45 человек. На улице такое пекло, жара. А тут прям свежо. Кресла высокие, мягкие. Все прекрасно. И едет как быстро скорость хорошая, да? Как на самолете. Как на самолете, да. Да, только на воде. Очень интересно, ощущения такие, можно сказать, непередаваемые. Представляете себе, вот именно что пекло, а тут на воде и прохлада, и все. Конечно, это будет намного комфортнее, чем в автобусе ехать. Я думаю, что будет очень пользоваться большим спросом это судно. Не только как, например, туристическое, но я так думаю, что как вот такое именно маршрутное, пассажирское. Хорошая экология, красивая природа, уникальный национальный колорит. Для развития туристической отрасли в республике есть все. Мы идем в правильное направление. Правильно не просто мечтаем, а действуем. А наши действия направлены на то, чтобы, конечно же, максимально широко использовать возможности реки Волга, этих великолепных судов. И мы уже договорились с республикой Татарстан о том, что как только судно пройдет все технические регламенты, мы запустим межрегиональный пассажирский маршрут. Первый рейс Академии Крулов совершит из Чебоксар в Казань. Дальность полета судна на подводных крыльях до 400 километров. Он будет захватывать и Свияжск. По мере готовности причальных стенок и Меринский посад, и Козловка. Поэтому, конечно, увеличится количество путешественников, которые могут полюбоваться на красоты с Волги. В дальнейшем планируется запустить рейсы и в Нижний Новгород, и, может быть, даже ниже по Волге, в более до Самары и дальше. Это будет развитие и экологического туризма, и медицинского туризма. Обязательно развитие делового туризма. Планируем мы развивать спортивный туризм, детский туризм. Путешествия, деловые поездки, образовательные туры. Волга возвращается в индустрию речных пассажирских перевозок. Напомним, что имя Академика Крылова речному судну выбрали сами жители республики. Это имя поможет и судну, в том числе, показать свои великие, хорошие, инженерные, новые решения, которые обеспечат хорошие пассажирские перевозки для нужд республики и межрегиональные, и внутрирегиональные. Мы надеемся, что это судно достойно займет место в транспортной политике республики. Впереди процедура страхования и лицензирования. В июле и в августе в столицу республики один за другим должны приплыть еще два судна. Наталья Мальчикова, Александр Отюков, Сергей Емельянов. Республика. По давней традиции в День республики чествовали тех, без которых Чувашия не была бы такой, как есть. Медали, ордена и знаки отличия получили актеры, музыканты, медицинские работники, строители и другие специалисты. Все те, кто своей работой вносит вклад в развитие страны. Нина Яковлева – артистка Чувашского драматического театра. В ее творческом активе свыше 100 ролей, а в портфолио множество дипломов и наград всевозможных конкурсов. В детстве она и мечтать не могла, что когда-то станет настолько известной. Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность Нину Яковлеву наградили Орденом Почета. Театр – это для меня был мир сказки. Я никогда не думала, что окажусь на сцене. И в итоге судьба так повернулась, мне так посчастливилось. Я уже 60 лет топаю на своей любимой сцене. Выдающийся музыкант, художественный руководитель Государственной академической симфонической капеллы Марис Еклашкин. Указом главы республики удостоен звания «Почетный гражданин Чувашской республики». Династию врачей представил отоларинголог детской городской больницы Дмитрий Малин. 20 лет он уже не просто доктор для маленьких пациентов, но и друг, и добрый дядя, которого не боятся малыши. Государство и народ уже понимают, насколько важно здоровье, особенно маленьким пациентам. Видим мы положительные моменты, меняется отношение к нашей специальности. По оборудованию это заметно и по отношению. Работаем, труд нелегкий, но как-то уже не то, что привыкли. Когда мы выбираем свой путь, мы уже понимаем, куда мы попали. Всего в этот день заслуженные награды получили 19 жителей Чувашии. Все они пример того, как нужно относиться к выбранному делу, отметил глава Чувашии Олег Николаев. В Чубаксарах на площади Речников прошел фестиваль под названием «Своем». Свои площадки развернули более 30 фермерских хозяйств и предприятий. Деревенские сыры, колбасы, творог, мед, ягоды. Жители и гости столицы знакомились с местной натуральной продукцией и с их производителями. Все свое – это про ярмарку в Чубаксарах. На прилавках только местные товары. Это отличная возможность заявить о себе. Здесь можно купить овощи, фрукты, сыры, колбасы, творог, йогурты. Вкусно, натурально, без искусственных добавок. Но дегустация под запретом. Санитарно-эпидемиологические нормы никто не отменял. Такой большой праздник организовали для нас. Я желаю всем фермерским хозяйствам здоровья и удачи, чтобы они выращивали всегда нам здоровые витаминные продукции. И у них была всегда дорога открыта в другие страны, республики. Фермерский фестиваль «Своё» – один из самых масштабных в России. Он проходит в разных регионах. В Чувашии впервые. Такие фестивали я считаю, что очень важно проводить, потому что здесь мы видим сразу же разнообразие продукции, выпускаемые нашими фермерами. Здесь есть и новая продукция, и новая форма организации совместной деятельности. И самое главное – планы появились у ребят. Поэтому вот такое объединение людей на одной площадке, демонстрация достижений, обсуждение планов, имеет очень важное и колоссальное значение. В этом году в Чувашии открыли школу фермеров. 20 жителей республики обучались по направлениям сыроделия, ягодоводства, тепличное овощеводство. Пока не так много, но это только начало. Их продукция тоже на ярмарке. Я сам являюсь фермером, производителем земляники садовой, соехозяйства в Комсомольском районе. Своё – своеобразная экосистема, которая объединяет фермеров и покупателей. Приобретать натуральные продукты можно не только на ярмарке, но и на цифровой платформе. Здесь каждый российский фермер может создать каталог и продавать товары собственного производства. Всечувашский Агадуй в девятый раз собрал Чуваший со всех уголков страны. Праздник песни и труда чувашский народ издревле отмечает с большим размахом. Он и сегодня один из самых почитаемых. Проводят его по всем обычаям культуры. Таким обрядом, к примеру, наши предки благодарили за благополучный исход посевной. Обрядовый хоровод вокруг колеса дружбы символизирует начало хорошего, доброго дела. Агадуй и поныне объединяет Чувашия и все страны. Все регионы прислали свои делегации на праздник, и каждая из них запустила кораблик со своим гербом. Уважаемые представители регионов, мы так просим отпустить ваши кораблики. Праздник стал отличным поводом и пообщаться с земляками, и помириться с силами. Сильнейшие борцы Кирежу схватились за главный приз – барашка. А какой Агадуй без традиционных спортивных турниров? Завершился праздник застольем. Хозяйки радушно предлагали попробовать ароматные пюре меч, хупу, шартан и другие национальные блюда. Агадуй получился насыщенным, а значит урожай будет щедрым, а год – удачным. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Владелицы собственного бизнеса – фермеры, воспитатели дошкольных учреждений, врачи, учителя, домохозяйки, многодетные мамы. Перечень участников республиканского конкурса «Я – женщина» можно продолжить. Он прошел впервые по инициативе Союза женщин-чувашии и объединил более трехсот представительниц прекрасного пола. В День Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей. Женщина многолика. Такой создала ее природа. Дочь, сестра, жена, мама и подруга. Это в личной жизни. Профессиональной она готова овладеть любой специальностью. Но все же самая основная роль, про которую мы часто забываем – это быть женщиной. Если женщина поймет, что самое главное ее предназначение – быть просто женщиной, то, я вас уверяю, она будет готова и сурский рубеж вырастить, огромную многодетную семью. Для этого нужно простое маленькое действие – понять, что ты единственная, неповторимая и прекрасная в своем воплощении. Я уверена, что этот конкурс позволит женщинам еще больше чувствовать свою значимость. И это станет действительно большой традицией, благодаря которой наша республика будет процветать. Голосование велось в трех номинациях – аграрный сектор, бизнес и предпринимательство, социальная сфера. В онлайн-выборе участвовали свыше 52 тысяч человек. В этой жизни все возможно. Нужно верить в себя. Когда мне на работе сказали девочке, а ты не пройдешь, там такие конкурсанты, там такое видео сняли, говорю, ну и что? Главное – участие, главное – не победа. Где-то в глубине души у меня была такая маленькая уверенность, а я выиграю. И получилось. Я в себе открыла новое что-то. Наверное, в каждом у нас вот это есть неуверенность какая-то в своей силе. Но когда есть поддержка, когда есть друзья, коллектив, родные, близкие, здесь, наверное, раскрывается вся сила, вся мощь женская. Это окрыляет, безусловно. Я думаю, что многие женщины нашей замечательной республики, тоже вдохотворенные нашим примером, будут участвовать в таких замечательных конкурсах. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Большой марафон Дней Республики завершился. Соглашения подписаны, пути развития намечены. Призы вручены. Остались воспоминания. В отличие от прошлого года, праздник все-таки состоялся. Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна. Концерт на Красной площади получился, как всегда, зрелищным и интересным. Даже несмотря на то, что в этом году конкуренция между исполнителями была значительно ниже, чем в доковидные времена. Впервые за 29 лет на фестиваль «Родники России» приехали всего шесть коллективов. Ну вот пока что наложение вот этих всех ограничений и ездим нечасто пока что. Вот за два года вот к вам выбрались сейчас первый раз. Значительно меньше в этот раз собралось и мастеров народных промыслов. Но можно себе представить, сколько людей поддерживали конкурсантов онлайн. Девизом конкурса стала простая и понятная мысль. Сила и красота в единстве. Я изготовила пояс на дощечках. И он выглядел как два пояса сплетенных вместе. Наш компермятский и чувашский. И вот такая идея, что мы все вместе. И Пермский край, и Калининградская область, и Кавказ, и наши соседи по Приволжскому округу. Мы всей страной пережили первый год пандемии. Понятно, что впереди еще немало сложностей, но мы, по крайней мере, уже знаем, как их преодолевать. У нас в Чувашии эта традиция хорошо известна. Сегодня это называется в нашей повседневной жизни командная работа, образование команды. Наши предки это делали методом немея. То, что не посильно одному, посильно множеству людей, если они соберутся вместе. И спасибо вам всем за такое замечательное совместное творчество. Елена Гальперина, Николай Скворцов, Павел Иритков, Бахтияр Велиев, Юрий Марков, Александр Отяков, Республика. 111 показов, 29 площадок. Всю неделю жители республики были соучастниками 14-го международного кинофестиваля. Сегодня на торжественном закрытии главные награды форума статуэтки «Оне» нашли своих героев. Аплодировала вместе со всеми моя коллега Юлия Важенина. Камера, мотор, поехали. Итак, вот и настал День Икс. Пять дней жители и гости столицы Чувашии смотрели фильмы, посещали мастер-классы, ну и, конечно, говорили о фильмах. И вот сегодня откроется главная интрига кинофестиваля, мы узнаем имена победителей. Но это будет чуть позже, а пока давайте узнаем впечатления жителей Чувашии о кинофестивале. То искусство, которое представлено на подобных кинофестивалях, оно, скорее всего, ну, я не скажу для избранных, да, но для людей все-таки с несколько более другим немножко подходом, да, более высоким художественным вкусом, возможно, более другим отношением к кино. Конечно, массовый зритель, возможно, такое кино не пойдет, но все в наших руках, мы можем дотягивать массового зрителя до этого уровня. Я бываю на кинофестивале каждый год, и это, конечно, это важно, это нужно для, особенно подрастающего поколения, познакомиться с этнографией, с игровым кино и вообще быть в курсе всех событий, особенно для молодежи, это особенно актуально. Среди зрителей фестиваля не только любители, но и профессионалы. Например, Любовь Соболева привезла в Чебоксары свой фильм, но почти не пропускала показы коллег. Мне очень понравилось большинство фильмов, процентов 70 меня прям глубоко тронули и впечатлили. Я не ожидала, что настолько будут великолепные фильмы такого уровня. Это было невероятно интересно, очень разные, все затрагивали разные социальные темы, какие-то проблемы. Впервые кинофестиваль заявил о себе в июне 2008 года. В Чебоксары съехались известные актеры и режиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья. США, Финляндия, Великобритания, Индия, Грузия, Эстония. За 14 лет география кинофорума значительно расширилась. Ежегодно в числе членов жюри именитые режиссеры, сценаристы, актеры. Именно перед ними стояла самая трудная задача – определить победителей. Авторское кино – это такая беседа со зрителем, чтобы он не просто тебя выслушал, а чтобы он еще проучаствовал, чтобы он что-то тебе бы ответил. Это очень важно. Мы зачем идем в кино? За ощущениями. Мы идем за эмоциями прежде всего. И я вам скажу, что эмоциональный фон у фестиваля был достаточно высокий. Я очень этим доволен. И несколько фильмов просто на меня произвели серьезные впечатления. Я получил огромное удовольствие. Вот именно несколько фильмов прямо так, чтобы ах. Лучшим этническим фильмом фестиваля стала картина режиссера из республики Саха Никандра Федорова «Потанцуй со мной». Это кино завоевало сразу две награды. Жюри отметила лучший сценарий. Единогласным решением определили и победителя среди игровых фильмов. Итак, главной картиной 14-го международного кинофестиваля стала работа Яна Комаса «Тело Христова». Это справедливое решение и это правильный финал нашего замечательного фестиваля. Чебоксарский кинофестиваль прощается со своими зрителями, но только до следующего года. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. С 1 июля в Чувашии в кафе и рестораны будут пускать только привитых от ковида посетителей. Фейс-контроль можно будет пройти, предъявив специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от коронавируса. Механизм реализации такого решения обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На повсеместное внедрение QR-кода еще уйдет время. Чтобы попасть в ковид-фризону, с собой можно будет взять ПЦР-тест, сделанный не более чем три дня назад, или подтверждение о прививке, хранящееся в электронном виде на портале госуслуг. В Чувашии сейчас работают 56 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно в любой день, без выходных, с 8 утра до 8 вечера. В режим ковид-госпиталя вернули две больницы, еще три в режиме готовности. В лечебных учреждениях развернуты почти полторы тысячи коек. Сейчас на стационарном лечении находится 1400 человек. Из них в крайне тяжелом состоянии 38 пациентов. А это информация для жителей Чебоксар. В эти выходные перекроют движение всех видов транспорта по улице Гражданской. Лето – традиционное время ремонтных работ. Напомним, там идет масштабная реконструкция дорожного полотна и всей связанной с этим инфраструктуры. Чтобы асфальтовое полотно держалось долго, нужно сделать немало сопутствующих работ. Сейчас первоочередная задача – проложить новую систему очистки ливневых стоков. Под землей предстоит уложить сотни метров труб крупного диаметра. Часть из них проходит непосредственно под магистралью. Напомним, улица Гражданская связывает юго-западный район с центром, северо-западом и новоюжным районом. По обращению ПАО «Дорис» до конца августа вводится ограничение движения по улице Гражданская на некоторых участках для своевременного строительства ливневой канализации. Так, в эти выходные с пятницы 22.00 до понедельника 5 утра вводятся ограничения на участки от Кольца улицы Гражданской до Олега Кашевого. Движение общественного транспорта и всех видов транспорта будет запрещено на этом участке. Общественный транспорт, троллейбусы будут объезжать до улицы Чернышевского по улице Энтузиастов. От поля до прилавка быстро и без потери качества. Местные продукции далее в выпуске, а я с вами прощаюсь до понедельника. Как жаль, что все эти деликатесы нельзя попробовать. Строжайшее предписание Роспотребнадзора вышло накануне. Мясная и молочная продукция, произведенная в хозяйстве Решиты Санзяпова, не нуждается в особом представлении. Она известна в республике и пользуется большой популярностью. Начиная с 2008 года фермер расширяет свое хозяйство, развивая все новые и новые виды производства. Гордость фермера – продукты из конины. Не все знают, что это мясо – просто кладезь витаминов. Просто нравится эта продукция. Вообще конина у нас она как бы редко сваши. И вот именно конина как бы на вкус она другая. И хочется попробовать то, чего как бы нету нигде. Кроме конины и иных видов мяса и колбас, на прилавке – молочные продукты высшего качества. Сливки, сметана, йогурты в ассортименте. Частенько бываю в Батровском районе, особенно в биле Батрова. В школе фермер познакомился с Решитом Шейхуловича. У него как раз Батрова свой магазин. Там у него продается очень много разных продуктов. Частенько, когда заезжаю в Батрова, у него купаю йогурты. Недавно к немалому производству Решита Шейхуловича добавилось и сыроварение. Сегодня он выпускает твердые и мягкие сыры. Научился этому непростому делу в школе фермера. Наш девиз простой, понятный для всего, для всех, для каждого нашего потребителя. Если творог, то он должен быть из молока. Если колбаса, то из мяса. Продукты крестьянско-фермерского хозяйства Решита Санзяпово популярны не только в Чувашии, но и в Татарстане, и даже в Москве. Иначе быть не может, ведь натуральный продукт ценится везде. Безопасная, экологически чистая, а самое главное вкусная – все это продукция Чебоксарского мясокомбината. Вареные сырокопченые колбасы, ветчина, сардельки, консервы и полуфабрикаты. В ассортименте компании более двухсот наименований продукции. Здесь каждый найдет что-то для себя. Представляем новинку продукции без свинины. Эта линейка состоит из сыровяленой продукты козы традиционной, из конины. Это конская варенокопченая колбаса, полукопченая мусульманская триу. Уже традиционно ко дню республики мясокомбинат выпускает новинки. В этом году это сосиски кусочные с индейкой. На Всероссийском фермерском фестивале свое новинку можно было продегустировать. Мы всегда покупаем продукты чапарсарского мяса с комбината. Всегда все свежее, вкусное. Сегодня ребенок попробовал новые сосиски с индейкой. Очень понравились ей. Да, Алиса? Да. У меня четыре куска слила. Кусочные сосиски попробовала, очень понравились. В будущем буду покупать. Продукция комбината производится только из натурального сырья. Хочется отметить наши консервы мясные. Растущий объем производства и продаж говорят нам о том, что многие жители нашей республики и не только выбирают наши консервы, ведь мы делаем их исключительно по ГОСТу. И очень удобная у нас банка с ключом. Товары знают и ценят не только жители нашей республики, но и соседних регионов страны. Например, гости с Нижнего Новгорода признались, что скупили полприлавка продукции на фестивале свое. Рады, что есть возможность купить такие продукты, которых нет в магазине, за приемлемые деньги и отличного качества. И хороший выбор. Объединение традиций и современных технологий – залог успеха компании. Выбирая Чебоксарский мясокомбинат, вы выбираете качество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова